Сегодня мы зайдем в магазин Daytoday. Все люди его посещали, говорили, что здесь якобы низкие цены. Пойдем посмотрим. Он находится около башни Бурж-Халифа, Дубай-Мола, недалеко. И находится этот магазин Daytoday в Мазая-шоппинг-центре. Вот так выглядит этот торговый центр Мазая-центр изнутри. В центре озеленение, эскалатор, балконы. Вообще в Дубае все торговые центры выглядят роскошно и шикарно. Цены в магазине Daytoday, туристы рассказывали, относительно дешевые. Качество товара сейчас посмотрим. А вообще во всех торговых центрах Дубая цены дико дорогие. Ну как дорогие, для нас дорогие. В соответствии с нашими зарплатами. А вообще с дубайскими зарплатами это адекватные цены. Как дворец. Как дворец выглядит. Daytoday вход. Говорят, что якобы здесь небольшие цены. Посмотрим. Здесь уже все подготовлено к Новому году. Вот такие украшения. Хотя сейчас октябрь месяц, 26 октября. Хоть это и жаркая летняя страна, но Новый год здесь отмечается тоже Дедами Морозами. Ничего себе. Продаются Деды Морозы здесь. Вот их и всякие такие штуки. Здесь полным ходом идет уже предновогодняя распродажа. Странно прям видеть елки в Дубае. В общем, здесь два этажа. На первом этаже продукты, сувениры, косметика, парфюмерия, чемоданы, сумки. А на втором этаже одежда. Мужская, женская. Здесь есть отдел золота. Это золото. Это не бижутерия. В общем, даже страшно подумать, сколько это стоит. Но хотя мы заходили и узнавали. Один грамм золота здесь стоит 100 долларов. Но это чистое золото, без всяких примесей. Золото один грамм 100 долларов стоят. Такие вот сливки есть. Эти серьги 3 грамма приблизительно. И стоят они около 300 долларов. 280, 279. А, 2,7 грамма 270 долларов. Вот, но они такие вот так вот небольшие. Вот красивые штуки. В общем, один грамм 100 долларов. Но это чистое золото. В принципе, в Москве точно такая же цена на золото. Но у нас золото с примесью. У нас не чистое золото. Здесь много чемоданов силиконовых. Ну, такой вот небольшой. 79 дирхам. Ну, это где-то чуть меньше 2000 рублей. Еще 700, может быть. Рюкзаки вот всех видов, размеров, цветов и фасонов. Ну, вот этот, например, 35 дирхам. Не знаю, не знаю, не видно, где 35 дирхам. Это где-то 800-900 рублей. В общем, за такую цену рюкзак и в Москве нигде-то еще, наверное, не купишь меньше 1000 рублей. А качество хорошее. Есть детские рюкзаки вот с такими мордочками. Смешные. По 20 дирхам. 20 это где-то 600 рублей. 10 дирхам. Это приблизительно 300 рублей. Часы. Вот такие вот. 10 дирхам. По 300 рублей. 300 рублей. Вот эти часы такие вот. По 20 дирхам. 600 рублей. А вот такие. Вот такие. По 10 дирхам. 300 рублей. Дезодоранты. По 6,95. 7 дирхам. Это где-то 200, что ли, рублей. И в Москве дороже. Здесь парфюм. Парфюм по 30-20 дирхам. 30 дирхам. Это 900 рублей. 20 дирхам. Это 600 рублей. Ну, в общем, я сейчас на втором этаже. На втором этаже очень много одежды. В общем, надо копаться, конечно, ходить. Даже пальто есть. Ну, как бы, что-то такое сверхъестественное я не вижу. Легкие костюмчики неплохие. С золотой гарантурой. Штаны. Такие легкие. И кофточка. В районе 2000 рублей. В общем, здесь есть одежда и турецкого производства, и местного производства. И китайское, наверное. Ну, в основном материал здесь вискоза, полистер. Хлопка, что-то я не вижу. А в шерсти тем более. Ну, вот носки есть. 8 пар. Такие коротенькие. 9,95 дирхам. Приблизительно 300 рублей. Шлепки женские по 25 дирхам. Где-то 700 рублей. Ну, вот я сомневаюсь, что это кожа. Скорее всего, это не кожа. Вот такие вот разные. Так, вот эти вот. Сколько? Эти 35. Они вроде похожи, как будто на замшу. Такое разнообразие здесь есть. Ну, и здесь действительно, по сравнению с Дубаймором, цены божеские. И есть, что тут выбрать. Сумки есть. Ну, в районе 2000 рублей. 20 долларов. Разные. Ну, вот, кстати, сумки неплохие. Из такого, как бы, материала. Но цена 30 дирхам. 30, это в районе 1000 рублей. Вот такие в районе 2000. 98 дирхам. Ну, вот здесь можно покопаться, что-то выбрать. Вот такие шлюпанцы есть. Разные. Будет 29 дирхам. Ну, 30, это в районе 900 рублей. Вот такие шлюпки. Вьетнамки, кстати, хорошие. Хорошие такие вьетнамки есть. Вот эти, кстати, хорошие вьетнамки. На толстой подошве. Мягко в них ходить. 20 дирхам. 600 рублей. Я вот тут закопалась. И вот огромный мужской отдел здесь есть. Ну, тоже, в общем, можно что-то найти. Конечно, одежда здесь так себе. Что-то прям совсем простое на каждый день. Что-то прям суперкрасивого я не увидела. Ну, вот такие мужские тапочки. 38 дирхам. Это 1200. Здесь кроссовки есть. Они different. Они, чё-то, кроссовки. Чуть-чуть подороже. Сейчас посмотрю. 45, полторы тысячи. Джинсы вот по 50 дирхам. Это где-то полторы тысячи рублей. Не знаю, по одежде мне показалось похоже на наши смешные цены. Спускаемся со второго этажа на первый. И здесь очень много сувениров, которые гораздо дешевле, чем в других местах. А, видите, здесь приблизительно 10-15 дирхам. Это цена за целую упаковку. Вот такие по 10-15 приблизительно. Очень симпатичные есть. Вот такие, например. Вот. Вот. Бурш-Халифы. Большие там, полнота, 30 маленькие. По 10. Наверное, лежат тут есть маленькие по 10, большие по 20. В общем, сувениров очень много. В общем, тут всего дофига. И, в общем-то, дешевле, чем где-либо. Но надо ходить и рыскать. Если пройти насквозь магазин Day-to-Day и выйти на улицу, то вам откроются вот такие виды. Даунтаун Бурш-Халифа. И вот он, выход. Отсюда можно пройти пешком до Бурш-Халифа и даунтауна. Идти приблизительно, люди сказали, около получаса. Почему? Потому что здесь какие-то пересекают дороги, развязки, какими-то длинными наземными, подземными переходами надо идти, что-то где-то обходить. Хотя кажется, что вот эти все дома, они рядом, чтобы дойти 5 минут. Ну, сказали идти где-то около получаса. Можно, конечно, и на такси доехать, но это опять. Такси будет плутать, ездить какими-то круглями, потому что здесь так построены дороги. И такси обойдется в копеечку. Ну, а вы, друзья, не забывайте подписываться на канал, писать комментарии, ставить лайки. И до следующей встречи. Субтитры сделал DimaTorzok